Присягу приняли. Путешествие по Севастополю началось с одного из самых мощных оборонительных сооружений главной базы Черноморского флота – 35-я береговая батарея. Сегодня ее называют примером народного подвига. Мы же, в свою очередь, стали свидетелями, как отряд новобранцев принес клятву верности своей родине на плацу мемориального комплекса. И возвращаясь к истории, мощным огнем своих орудий батарея поддерживала защитников города последние дни обороны. Эти слова увековечены в камне и напоминают нам о значимости и святости места. В конце июня, начале июля 42-го года, именно 35-я батарея стала последним оплотом героических защитников Севастополя. Именно сюда, на мыс Херсонес, постепенно отступали все оставшиеся войска. Здесь сражались и погибали последние защитники Севастополя. Шагнувшие в бессмертие, именно им посвящен целый мемориальный комплекс. 35-я батарея представляет собой два огромных железобетонных блока, внутри которых находились орудийные установки. В каждой по два орудия. Дальность стрельбы – до 42 километров. Это сооружение называется «Барбет» – первая башня. Таких башен в батарее было всего две. Сооружение предназначено для обороны Севастополя с моря. А из этих отверстий подавали снаряды для пушки, которая вращалась по рельсам на 360 градусов. Отмечу, скорость подачи снаряда составляла всего 35 секунд. Таким образом, пушка могла стрелять практически два раза в минуту. Благодаря рельсам батарея могла вести круговой радиус обстрела и защищала город как с моря, для чего она и была первоначально предназначена, так и суши. Несмотря на то, что Севастополь, мягко говоря, до краев напичкан военными памятниками, здесь достаточно и невероятной красоты, природных панорам и достопримечательностей времен до нашей эры. Балаклава – уютный портовый городок. Сегодня излюбленное место отдыхающих в Крыму. И неудивительно, он манит своими видами и атмосферой и ничуть не уступает европейским курортом. А сейчас мы видим, что в этой стороне, это самая дальняя точка, это мыс Сая. Мыс Сая – это мыс Святой, мыс Священный. Самый высокий мыс на Черном море. Высота мыса составляет порядка 583 метра. У подножия находится пляжик, называется Затерянный мир. Все, что вот это зеленое насаждение, это не насаждение, это все природное. Это заповедник, заказник, сосняк трехсотлетний, 17 разновидностей можжевелых лесов и сосна Станкевича. Туристы съезжаются сюда не только летом, но и, как мы, даже зимой. В большинстве своем это рыбаки. Ловят луфы, реставриду, пикшу, окунь. Температура воды в летнее время в Черном море достигает до 31 градуса, сейчас же порядка 8. Но и на прохладную водичку нашлись любители. Сейчас мы возвращаемся с открытого моря и заплываем в Балаклавскую бухту. Как видим, ее охраняют так называемые дракончики. Протяженность бухты полтора километра. Сегодня она имеет очень важное значение для Севастополя. Однако до 1993 года город Балаклава был закрыт для жителей Севастополя, так как здесь находилась база подводных лодок. База была секретной и в советские годы никто не знал о существовании этого объекта. Теперь же Балаклава является городом-спутником Севастополя, а бухта до присоединения Крыма считалась одним из семи природных чудес Украины. Описать все прелести города-героя не хватит одного сюжета, поэтому смотрите материал о красотах Севастополя в эфире нашего канала после новогодних праздников. Наталья Домбаева, Андрей Дармаев, Новости дня, Севастополь.